Я долго шла к этой профессии, на самом деле, и долго бегала от школы, хотя поступала и, точнее, шла по стопам своего отца. Закончила тот же самый Ростовский государственный педагогический университет, что и папа. Результат был тот же самый, только красный диплом, другого папа не ждал. Ну и в итоге я отказалась работать в школе. В школу нужно приходить с чем-то. То есть, когда ты приходишь как пустой белый лист, тебе ты не можешь ничего показать и рассказать детям. Десять лет я бегала. Десять лет. Много разных профессий. И начальник отдела продаж, и продаж запасных частей в сельхозтехнике, и в магазины джинсовой одежды. Ну, много всего. Реклама была последняя. Но как только я задумалась о том, что я хочу детей, хочу семью, я поняла, что я пойду работать в школу. Ну, так сложились жизненные обстоятельства. И, как говорят, оно затянуло. То есть, ты приходишь в школу и понимаешь, что это твое место, тебе здесь нравится, и ты хочешь тут остаться навсегда. Сейчас учитель – это не просто источник информации, источников информации много. Сейчас учитель, он немножко актер. Даже не немножко, а множко. То есть, задача состоит в чем? Увидеть в детях, что их цепляет, что им интересно, чем можно их увлечь. Не обязательно это твой предмет. Это может быть абсолютно другой предмет. Но ты это можешь обыграть так, что они все-таки придут к тому, что я люблю химию. Это, оказывается, вау, легко и интересно, а не просто формулы, уравнения и цифры. В очередной отпуск в Крыму я увидела заброшенный детский лагерь. И у меня есть мечта, что этот лагерь когда-то будет работать. И там будут работать наши учителя. Я представляю себе это каким-то научным центром для детей. Ну, то есть, где дети будут заниматься химией, биологией, физикой, еще какими-то предметами, да. Но в летний период. В первую очередь, ребенок должен знать слово «надо». И свою дочь я учу этому же самому, да. Есть хочу, а есть надо. И под таким же девизом «вживую я». То есть, я тоже считаю, что есть слово «надо», его нужно знать и применять каждый день. И мне бы очень хотелось, чтобы дети и их родители об этом помнили.